Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело раскрыто». С вами Юлия Адамова. В этом выпуске мы поговорим о том, как ульяновским туристам уберечь себя от возможных проблем на отдыхе. Проблемы у путешественников могут возникнуть еще на этапе покупки путевки, особенно через интернет. Часто псевдотурагенты ведут каналы в мессенджерах и социальных сетях. Так, в 2023 году жительница Засвиярского района Ульяновска присматривала отель в Турции в одной из групп. После просмотра группы мне был осуществлен звонок в телеграм-канале. Представили с сотрудником данной фирмы, туристической компании, ввели меня в заблуждение. В разговоре мошенники обещали улазить все вопросы, связанные с бронированием и трансфером до аэропорта. И убедили потерпевшую перечислить им оплату за тур. Впоследствии уже перевела 116 тысяч рублей за мнимую путевку в Турцию. Впоследствии мошенники перестали уже выходить на связь. Осознав, что она стала жертвой противоправных действий, девушка обратилась в органы внутренних дел. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится оперативно-следственное мероприятие. Успели нажиться на путешественниках злоумышленники и в 2024 году. В начале мая в полицию обратился житель Ульяновска, который хотел отдохнуть в Абхазии. Привлекательное предложение от псевдотуроператора он нашел в мессенджере. Мужчина связался с туроператором, выяснил все необходимые интересующие его вопросы и перечислил 18 тысяч рублей. Впоследствии уже псевдотуроператор перестал выходить на связь и мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Некоторые злоумышленники продолжают обманывать даже после того, как им назначили наказание. Так, жительница Ульяновска, уже имеющая судимость, снова взялась за старое и продала 19 псевдотуров общей стоимостью более 2 миллионов рублей. Так, по версии следствия, обвиняемая, выступая в качестве туроператора, искала среди своих знакомых, либо иных жителей города Ульяновска, клиентов, для того, чтобы направить их за определенные денежные вознаграждения по различным туристическим направлениям. Обещала по сниженной цене горе-туроператор отправить ульяновцев в Таиланд, Египет и другие страны. Например, она продала якобы 7 путевок на Мальдивы, примерно по 50 тысяч рублей за каждую. Обман клиенты обнаружили только на аэровокзале, когда улететь не удалось. Злоумышленницу снова задержали. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением поступило за Свияжский районный суд. Наиболее активно злоумышленники начинают действовать в конце весны, когда начинается сезон отпусков. Некоторые из них используют простую, но эффективную схему. Заводят фейковые страницы сотрудников турагентств и отвечают клиентам. Затем начинают общаться через личные сообщения, продают туры, за которые принимают оплату на свой электронный кошелек. Работают мошенники и на других платформах. Чаще всего у нас потерпевшие ищут объявления в интернете. Здесь речь идет о интернет-сайтах. Сейчас уже и в мессенджерах различные туроператоры размещают свои объявления. И уже впоследствии они переходят на эти объявления, либо связываются с оператором, оставляют свои контакты, чтобы с ними могли уже связаться с потерпевшими. То есть это фирмы-туроператоры-однодневки, можно их, наверное, так назвать, которые просто... Сегодня они есть, завтра их нету. Набирают людей и пропадают с деньгами. Сразу можно распознать поддельные сайты. Они идентичны полностью оригиналу, настоящей организации, добросовестному туроператору. Единственное, что их отличает, это, если присмотреться внимательно, в названии интернет-сайта. Там может быть либо точка стоять, либо пробел, либо еще какой-то отличительный символ, символ, который будет уже, соответственно, трактоваться компьютером, как новый адрес электронный. Сложнее ситуация с мессенджерами, где на недобросовестность туроператора указывают лишь косвенные признаки. Безусловно, здесь стоит обратить на то, что сами цены на туристическую путевку, они намного-много ниже рыночной. Это уже, как минимум, такой звоночек, на который стоит обратить внимание. Просто потому, что уехать куда-то в солнечную страну, где рыночная стоимость путевки стоит условно 100 тысяч рублей, а некий туроператор предлагает тебе ту же самую поездку с теми же самыми условиями за 30 тысяч рублей, ну, я думаю, здесь какие-то комментарии излишни. Это наверняка мошенничество. Хотя люди, к сожалению, в попытке сэкономить иногда попадаются на вот такую удочку. Проверить туроператора до оплаты можно и в реестре tourism.go.ru Также стоит обратить внимание на условия, на предоставление услуги. Не может быть такого, чтобы ты мог бы, к примеру, максимально лояльные условия для гражданина, для человека, который приобретает туристическую путевку, вплоть до того, что ты можешь отказаться от туристической путевки за день, за два от поездки. Это все такие условия, они связаны с тем, чтобы завлечь гражданина, чтобы он максимально быстрее перевел денежные средства мошенникам. Одно из важных моментов все же пользоваться офисами туристических операторов. То есть это один из элементов, который говорит о том, что все же они добросовестные. Ну и после подписания, после перечисления денежных средств и подписания договора прозвониться через какой-то промежуток времени, прозвониться в тот пункт назначения, куда вы отправляетесь, выяснив, вообще бронировалось ли какой-то номер в отеле, либо путевка в санаторий, там, пансионате, куда вы едете. Также туроператоры рекомендуют после подтверждения вашего тура обязательно взять номер заявки у менеджера и проверить ее на сайте туроператора. Взять туристический ваучер. Чтобы не стать жертвой псевдо-туроператора, во-первых, проверьте его существование в реестре tourism.gov.ru. При оформлении путевки уточните в реестре, какие гарантии предоставляет туроператор. При подписании договора убедитесь, что все реквизиты соответствуют той организации, в которой вы приобретаете тур. После подтверждения тура обязательно возьмите номер заявки у менеджера и проверьте ее на сайте туроператора. После полной оплаты возьмите туристический ваучер. Проблемы у туристов возникают и после успешного оформления путевки, чаще всего в дороге. Как отмечают полицейские, наиболее частые проблемы пассажиров – кражи и буйные попутчики. На вокзалах работают сотрудники линейного отдела Министерства внутренних дел на транспорте. Ежедневно в наш отдел поступают различные виды сообщений о противоправных действиях. Как правило, подавляющее большинство из них – это кражи личного имущества. Основным предметом преступных посягательств вступают легкодоступные предметы, такие как сотовые телефоны, различные гаджеты, ручная кладь, кошельки, сумки. Еще один интересный момент. Если раньше кражи совершались, как правило, спланированно, умышленно, то в последнее время мы регистрируем, как правило, так называемые кражи присвоения. Например, человек оставил в подвижном составе, либо в самолете, какой-либо предмет, например, телефон или сумку, а другое лицо его присвоило и распорядилось по своему усмотрению. Часто на вокзалах пресекают и незаконный оборот наркотиков, а также административное правонарушение. Основными видами административных правонарушений являются нарушения антиалкогольного законодательства, то есть распитие спиртных напитков в общественных местах, также появление в общественных местах состояния алкогольного, наркотического опьянения, также фиксируются случаи мелкого хулиганства, то есть когда граждане нарушают общественный порядок, мешают спокойствию граждан, оскорбляют человеческое достоинство своим внешним видом, резким запахом алкоголя и так далее. Наибольшую опасность представляют, как правило, железнодорожные вокзалы. Наиболее часто административное правонарушение и преступление предупреждаются на объектах железнодорожного транспорта, поскольку железная дорога является наиболее распространенным и востребованным видом транспорта, на котором ежедневно передвигаются миллионы граждан. Чтобы не стать жертвой преступления и не схлопотать штраф, сотрудники транспортной полиции советуют быть предельно осторожными. В первую очередь это сохранение самоконтроля и бдительности, отказ от употребления спиртных напитков, в первую очередь с посторонними гражданами. Не рассказывайте посторонним гражданам о наличии у вас крупных денежных сумм либо иных материальных ценностей. Не оставляйте без присмотра свои вещи и не доверяйте их случайным знакомым. Если ваши попутчики заканчивают поездку раньше вас, после их выхода следует проверить сохранность своего имущества. В случае, если вы столкнулись с путеследования, например, с агрессивным буйным попутчиком, который нарушает ваше спокойствие или, например, распивает спиртные напитки, нарушает административное законодательство, в первую очередь вам необходимо обратиться к сотрудникам нарядов сопровождения, к сотрудникам транспортной полиции или вызвать членов поездной бригады. В частности, обратиться либо к проводнику, либо к начальнику поезда, которые по ближайшей крупной станции вызовут наряды полиции. За первый квартал 2024 года сотрудниками транспортной полиции было выявлено более семисотен административных правонарушений. От покупки билетов до заселения. Как показывает практика, сложности могут возникнуть на каждом этапе. Поэтому крайне важно ответственно планировать свой отпуск. На этом у меня все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин